МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта неделя в центре Киева началась с кровавых событий, первоначально мирно протестующие против внесения конституционных поправок, за которые в этот момент голосовали в Раде, после обеда начали потасовки с сотрудниками правоохранительных органов. В толпе митингующих развивались флаги партии «Свобода», «Укропы» и «Радикальные партии». В час 45 дня прозвучал взрыв гранаты. В результате полученных ранений скончались три бойца национальной гвардии. Число раненых во время столкновений превысило 120 человек. Позднее представители радикальной партии сообщили о выходе из парламентской коалиции в знак протеста по поводу внесения изменений в Конституцию. О причинах и последствиях произошедшего в Киеве я пригласила поговорить в нашу студию бывшего помощника заместителя госсекретаря США, посла США в Украине в 1998-2000 годах, ныне эксперта Института Брукенца в Вашингтоне Стивена Пайфера. Стивен, спасибо за то, что пришли к нам сегодня. Мой первый вопрос. Вспыхнувшее в Киеве насилие демонстрирует высокий градус напряженности в украинских политических и околополитических кругах. Отражает ли это на ваш взгляд реальную обеспокоенность политическим процессам или является результатом попыток дестабилизировать ситуацию под любым предлогом? То, что мы наблюдали на этой неделе, это была есть определенная группа в Украине, крайне правая, которая выступает против идеи децентрализации или наделения более широкими полномочиями областей, в том числе на востоке Украины. И это была, я думаю, группа, которую вы видели, связана с трагической атакой в понедельник, и правительство, и до сих пор большинство в Думе, приверженные идеей децентрализации что, я считаю, имеет полный смысл, полностью имеет смысл и обоснованно. И почему это обоснованно? Два момента. Первое – это реализация минских соглашений. И второй момент насчет децентрализации. Даже если абстрагируется от того, что происходит на востоке Украины, та идея, что можно передать некоторые полномочия на уровне областей и городов, это, возможно, создание более подотчетного и эффективного правительства. Даже 15 лет назад, когда я был в Украине, мы рекомендовали правительству Украине такой процесс децентрализации, наделение более широкими полномочиями областей и регионов. Стивен, вы только что упомянули о том, что выступали за децентрализацию в Украине уже на протяжении долгого времени, более 15 лет, если быть точнее. Вы видите какую-то разницу в уровне вызовов, в том, что касается внедрения этого процесса в жизнь тогда, в конце 90-х и сейчас? Я думаю, что проблема в чем? Это, конечно, все очень сложный вопрос, потому что ситуация на востоке Украины с сепаратистами, поддерживаемыми Россиями и так далее. В рамках нормального политического обсуждения, конечно, имеет смысл большая децентрализация, но сейчас гибнут люди в Донбассе и, опять-таки, я могу предположить, что есть определенная оппозиция в Украине, которую мы наблюдаем, процессы децентрализации. Это в меньшей степени оппозиция децентрализации, как идеи, как принципы, как концепции. Это больше не уступать требованиям сепаратистов и тех людей, которые, с точки зрения остальных, оккупировали Донбасс при помощи России. Мой следующий вопрос связан с этим. Вы упомянули Минские мирные соглашения. Осуществление децентрализации – это и ключевой пункт. Можно ли в связи с этим считать, что сегодняшняя украинская оппозиция настолько радикальна, что готова поставить под удар возможность мирного урегулирования конфликта, только бы не идти на поводу России? Я думаю, что это правда, что есть определенные крайне правые фракции, которые выступают против минских соглашений. С самого начала возражали против них. Это неудивительно. Я думаю, что важно не преувеличивать влияние этих групп. Естественно, они были причастны к этим трагическим событиям в понедельник. Но говоря о результатах опросов общественных мнений, они не оказывают особого влияния на украинское общество. И правительство привержено целям реализации минских соглашений, несмотря на противодействие со стороны этих группировок. По вашим ощущениям, руководство Украины при наличии или отсутствии коалиции в парламенте обладает достаточной силой для того, чтобы продолжать движение в направлении соблюдения минских соглашений. Это будет, конечно, трудной задачей, потому что для того, чтобы внести изменения в Конституцию, нужно не просто простое большинство, но две трети голосов Рады. Это означает, что особенно, когда вышли из коалиции радикальные партии, коалиции нужно будет привлечь голоса других партий для того, чтобы это протащить. И я думаю, что это будет одной из трудных политических задач, многих трудных задач, которые стоят перед президентом Порошенко и его правительством в ближайшее время. И очень коротко, предвидите ли вы успех украинского руководства в этом направлении? Ну, что сейчас очень трудный вопрос, конечно, и трудно на него ответить. Я вижу, что президент Порошенко хочет продолжить процесс децентрализации. И вопрос в чем? Достаточно ли у него голосов и поддержки для этого, для внесения изменений в Конституцию? Если это невозможно, то есть ли еще какие-то варианты, способы сделать это, внести изменения в законодательство, не меняя Конституцию? Но это потребует, я думаю, конечно, уже навыков и опыта президента и его способности мобилизовать Раду на подобные изменения, которые он пытается достичь. Спасибо, Стивен. Мы продолжим нашу дискуссию. Тем временем в Одессе на этой неделе был официально дан старт учениям «Морской бриз-2015» главные герои учений США и Украины, другие участники – Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Италия, Молдова, Румыния, Турция и Швеция. Соединенные Штаты откомандировали для участия 400 моряков, а также ракетный эсминец Дональд Кук, чем вызвали недовольство в России. Члены Государственной Думы назвали эти действия провокационными. Одесский журналист Сергей Дибров освещает эти учения и выходит сейчас к нам на прямую связь по скайпу. Сергей, приветствую вас. Да, здравствуйте. Итак, Сергей, по вашим наблюдениям, эти учения носят практический или скорее символический характер? Мне кажется, что в данном случае имеет место и один и другой аспект, потому что отрабатываются вполне конкретные практические вещи, вполне конкретные взаимодействия, подразделения в определенных условиях и определенных задачах. И все это само по себе несет очень глубокий смысл, символический. Это 14-е учение, которое проводится ежегодно, независимо от всех происходящих в Украине вокруг нее событий. И даже сам факт проведения этих учений – это показатель какой-то стабильности в области военного партнерства Украины, что важно само по себе. Сергей, ну я знаю, что вы наблюдали сегодня, мы сейчас видим фотографии, которые вы сделали с сегодняшнего дня учений. Вы наблюдали за какими-то интересными достаточно вещами, опишите их, пожалуйста. Ну, на мой взгляд, самое интересное, что я сегодня увидел и услышал, это то, что впервые эти учения содержат в себе помимо морского, воздушного, подводного, сухопутного компонента, они содержат штабной компонент. И официально заявлено, что одна из задач учений – это унификация стандартов Украины со стандартами НАТО. Унификация на уровне руководящих документов, то есть флотских уставов, унификация на уровне систем связи, на уровне тактики, на уровне способов взаимодействия – это очень важный сигнал. И это сейчас возможно в том числе и потому, что с утерей Крыма Украина вынуждена создавать свои военно-морские силы как род войск практически с нуля. И это в определенной степени облегчает процесс перехода на стандарты НАТО, которые в данном случае с точки зрения внешнеполитической могут быть очень важным фактором и какими-то, может быть, даже привести к каким-то необратимым внешнеполитическим изменениям. Сергей, а отправляются ли посредством этих учений какой-то определенный сигнал, ну прямо скажем, понятно, кому он может отправляться, России? Происходит ли это? Я обсуждал этот вопрос с ныне действующим послом Соединенных Штатов, господином Поэтом. И я согласен с его мнением, что сам факт проведения таких учений с таким большим представительством, с такой легендой и перечнем задач, которые решаются, это само по себе очень серьезный сигнал и для Украины, и для союзников Украины, и, возможно, для несоюзников, назовем это так. Безусловно, это очень важно. Но хочу отметить, что в этот раз учения проходят без каких-либо протестов, хотя иногда это происходило в прежние годы. Происходят очень спокойно эти учения, в деловой обстановке, очень большой интерес средств массовой информации. Это тоже все позитивные сигналы, которые имеют вполне конкретных адресатов. Спасибо большое, Сергей. Журналист Сергей Дибров выходил к нам на связь прямо из Одессы. Стивен, я знаю, что в свое время вы наблюдали за проведением учений «Морской бриз». Я хочу вам задать тот же вопрос, что задавала Сергею. Эти учения имеют практический характер или являются скорее символическими? Эти учения «Сибриз», они начались еще в 90-е годы. И на самом деле, когда я впервые присутствовал на них в 98-м году, тогда даже российские ВМС принимали в них участие. Я думаю, что эти учения, конечно, они как имеют как практическое, так и символическое значение. Прежде всего, она демонстрирует интерес определенной группы стран в сотрудничестве с украинскими ВМС. Это очень важный сигнал, особенно в нынешних условиях. Но это также возможность для украинских моряков, американских моряков, других, работать вместе, обмениваться опытом. И лучше как бы знакомиться с опытом друг друга. И украинские ВМС могут что-то перенять, а иногда и наоборот. Это, в общем-то, учения, которые довольно ценные, имеют значение для всех. И когда я был в Украине, украинская страна относилась к этим учениям так же, как к очень важным для них. Стивен, еще один вопрос, который к учениям не имеет непосредственного отношения, но имеет отношение к военной стратегии Украины. Буквально на днях Совет Безопасности страны утвердил новую военную стратегию, в которой Россия определена как военный противник. Это, на ваш взгляд, правильное решение со стороны Украины? Я не уверен, правильно это или неправильно, но это факт. Я думаю, что российские военные в феврале, в марте 2014 года захватили Крым. И российские военные, начиная с апреля 2014 года, весьма активно участвуют в этом конфликте в Донецке и Луганской областях, в том числе в некоторых ситуациях. Это действительно операции, проводимые непосредственно российской армией. Когда кто-то восторгается, то не следует удивляться, что страна, конечно, кого-то рассматривает в качестве агрессора, тех, кто вторгся в нее. Но учитывая тот факт, что Россия с Украиной так или иначе должны будут продолжать взаимодействовать на разных уровнях, этот шаг повлияет негативно на перспективы такого взаимодействия? Или не будет играть решающей роли? Я согласен. В долгосрочной перспективе Россия и Украина, конечно, будут соседями и будут оставаться соседями. В интересах обеих стран сотрудничать и как в экономике, так и по другим вопросам. Но то, что уже произошло, весь этот вред, который был причинен, этот вред в результате российской агрессии, в результате захвата Крыма, продолжения поддержки военных и вооруженных сепаратистов на востоке Украины, и до сих пор это отказ, насколько я вижу, Москвы, отказ Москвы повлиять на сепаратистов, чтобы они обеспечили выполнение минских соглашений, которые были в феврале и в сентябре в Минске подписаны. Мы продолжаем военную тему «Игра мускулами» на российско-китайский лад в программе «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 3 сентября с высокой китайской трибуны российский президент приветствовал участников парада в честь 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. В приглашении российского лидера ответный жест со стороны главы КНР, который в Москве на параде 9 мая занимал почетное место по правую руку от Владимира Путина. В параде в Пекине приняли участие российские солдаты. Перед высокими гостями промаршировали военнослужащие Преображенского полка. Примечательно, что российско-китайское военное сотрудничество это тема, занимающая умы политиков и аналитиков уже многие годы. На этой неделе в Вашингтоне вышел доклад под заголовком «Вскормить дракона. Вклад России в укрепление военно-морского потенциала Китая». В докладе в частности приводятся данные о том, что за период с 1995 года Россия продала Китаю вооружений на более чем 30 миллиардов долларов. Его автор, политолог Пол Шварц, подчеркивает, однако, что Россия играла и продолжает играть критическую роль в содействии развитию китайского ВМФ. При этом он говорит, что открытого позиционирования этого сотрудничества как антиамериканского нет. В том, что касается их совместных военно-морских учений, нет официальной риторики о том, что они ведутся для того, чтобы противопоставить военную силу Китая и России военным мощностям США в западной части Тихого океана. Повторяю, это то, что касается официальной риторики. Но они однозначно пытаются послать сигнал, продолжая проводить совместные учения. Причем это не только касается Азиатско-Тихоокеанского региона, но и Средиземноморья, где совсем недавно были проведены совместные учения. Я подчеркиваю, в Средиземноморье, глубоком тылу НАТО. Так что, конечно, это можно расценивать как сигнал нам. Мнение Пола Шварца, и словно в поддержку его теории, в конце недели пять кораблей ВМС Китая были замечены в международных водах у берегов Аляски, которую в этот момент посещал с визитом президент Соединенных Штатов Обама. Стивен, учитывая все происходящее, китайско-российское военное сотрудничество должно сегодня настораживать США? Я думаю, что есть пара моментов, говоря о сотрудничестве между Россией и Китаем в военной области. Первое – это в более широком политическом контексте. Я думаю, что очевидно последние 15 лет, что Россия и Китай нашли те пути, по которым можно создать определенный тактический альянс. Но есть определенные ограничения, в том смысле, насколько далеко могут развиваться эти отношения. Я не вижу стратегического альянса, потому что я думаю, что Россия будет как бы младшим партнером в этом альянсе. А я не думаю, что Москва на это готова принять это. Во-вторых, если вы посмотрите на отношения Китая с остальным миром, то, например, за последние 10 лет существенно увеличился объем российско-китайской торговли практически в этом году на 10% по сравнению с прошлым годом. Он сократился, что отражает экономические трудности в обеих странах. Но даже при всем при этом, при целевых показателях торговли, миллиарда долларов в год, это все равно меньше пятой части торговли между США и Китаем. И я думаю, что Китай это понимает. Что касается военной области, Россия довольно активно продает военное оборудование, но мне кажется, Россия более осторожно сейчас ко всему относится, потому что они видят, что Китай строит довольно мощные вооруженные силы. Китай, вероятно, второе место занимает по бюджету оборонному в мире, и российские военные смотрят на эту ситуацию в Азии, и они видят довольно серьезное китайское влияние, которое может потенциально противодействовать российскому влиянию. И что касается объема продаж оружия Китаю, он немножко сокращается. Я думаю, что Россия более осторожно к этому относится, потому что они не могут исключать возможность, что в будущем Китай может быть каким-то конкурентом их в военной области. Ранее в этом эфире мы говорили о совместных учениях США и Украины «Морской бриз». На этой неделе мы также наблюдали, как российские солдаты маршировали на военном параде в Пекине. Если мы рассматриваем это как обмен сигналами, предупреждениями, можно ли в данном случае говорить о том, что сигналы содержат информацию о формировании двух противоборствующих альянсов? Или, как Вы уже говорили, это вопрос краткосрочного сотрудничества? Кажется, опять-таки, что есть какие-то вопросы, по которым Россия с Китаем будут подсотрудничать. Экономические отношения между двумя странами, это имеет смысл. Конечно, имеет смысл России попытаться продавать энергоносители Китаю и продавать их в рамках шанхайской организации сотрудничества Китая-России, основные игроки. Я думаю, отчасти это сотрудничество направлено на то, чтобы держать как бы Запад подальше от Центральной Азии. И тактическое сотрудничество имеет смысл, конечно. Я вижу определенные ограничения в том... Я не вижу какого-то стратегического альянса между Россией и Китаем. Я думаю, что это страны с довольно различными интересами. Есть, конечно, возможности для определенного военного сотрудничества, и Соединенные Штаты будут внимательно на этим наблюдать, но я не думаю, что в Вашингтоне кто-то обеспокоен очень тем, что вот этим военным сотрудничеством Китая, тем более, что это представляет какую-то военную угрозу для США. Сейчас американцы считают, что Россия большую угрозу для Европы представляет. Но если посмотреть на эти две вещи по отдельности, я не думаю, что кто-то видит формирование такого военной оси между Китаем и Россией в азиатском регионе. Если мы продолжаем разговор об отношении Китая к событиям в регионе, и в частности к тому, что происходит в Украине, многие обращают внимание на осторожность китайской позиции. Можно ли ожидать того, что такое отношение Китая, нежелание становиться на ту или иную сторону конфликта, будет продолжать превалировать во внешней политике этой страны, или какой-то выбор в сторону какого-либо партнера все же будет сделан? Я думаю, Китай очень аккуратно и осторожно относится к этой ситуации. Например, Китай не признал нелегальную оккупацию России и Крыма, и Китай, опять-таки, к неудовольствию украинцев, не выступила довольно решительно против этой оккупации. Но я думаю, это отражает просто обеспокоенность китайцев такими местами, как Запад Китая или Тайвань. И это отчасти отражает их отношения. Но отношения между Москвой и Китаем, опять-таки, насколько я могу сказать, не повлияли на развитие отношений между Китаем и Россией. Ведутся экономические какие-то переговоры между Китаем и Россией. И есть определенные области деятельности, где Украина с Китаем активно сотрудничает, допустим, в сельском хозяйстве. И, допустим, Китай может импортировать украинскую пшеницу и другие сельскохозяйственные продукции. И в этом отношении они могут сотрудничать. Мультивекторная позиция, другими словами. То есть, да, много направленные отношения. Я думаю, что китайцы в этом преуспели. Отношения во многих, в нескольких направлениях. И со Соединенными Штатами, с Россией одновременно. И они довольно хорошо управляют и поддерживают эти отношения. Им это хорошо удается. Стивен, спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был бывший заместитель помощника госсекретаря США, посол США в Украине в 1998-2000 годах, ныне эксперт Института Брукенса в Вашингтоне Стивен Пайфер. Мы подводили итоги первой недели сентября. Гранаты Украинской Рады, раскол коалиции. Что дальше? Какой сигнал США и Украина отправляют России морским бризом? А также игра с китайско-российской военной мускулатурой. Дальше больше. Смотрите нас в эфирах Ваших национальных телеканалов и в интернете на Current Time TV. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с Вами. До следующей недели. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин